Сезон аллергии набирает обороты. Всему виной тополиный пух. Прогнозы синоптиков благоприятные, а значит белая метель лишь усилится. А между тем, ежегодно в летнее время поджог тополиного пуха становится причиной возникновения пожаров. Тополиный пух, жара, июль. Ни для кого не секрет, что обычно цветение тополиного пуха происходит в июле. Но в этом году пух застал нас на целый месяц раньше. Многие скажут, что белоснежное пуховое одеяло придает городу сказочный вид. И совершенно безобидно. Но так ли это? Разбираемся с экспертами. Тополиный пух – это легко вспоминяемый горючий материал. В городе Берске ежегодно происходит от 5 до 15 пожаров, связанных с горением тополиного пуха. Причинами возгорания, как правило, это непотушенные окурки, отдыхающими выброшенные с окон многокартинных жилых домов, либо проезжающих автомобилей, и, конечно же, детская шалость. Поэтому, в первую очередь, хотелось бы обратиться к жителям города Берска, к отдыхающим о необходимости проведения профилактических бесед с детьми, именно рассказать последствия, возможные от горения тополиного пуха. Потому что не так страшно само горение тополиного пуха, как переходящие пожары от горения на постройки. Стоит помнить, что слова Николая Степаненкова не просто рекомендация, за поджог пуха грозит административная ответственность, штраф от 5 до 15 тысяч. При этом отдельной статьи за поджог пуха в законе нет, но это является разведением открытого огня, что запрещено в общественных местах. И попадает под статью 2.4 Кодекса об административных правонарушениях, о нарушении требований пожарной безопасности. В том числе, если поджигают дети, то составляются административные дела через ПДН и рассмотрены на комиссию за, соответственно, недосмотр за детьми. Переживать не о чем. Тополиный пух легко удаляется. Для этого его необходимо просто смочить водой и подмести, а затем сдать в пункт сбора твердых коммунальных отходов. В свою очередь медики отмечают, что сезон тополиного пуха с трудом переносит жители Берска. Однако само цветение не аллерген. Как таковой тополинный пух аллергическим компонентом не обладает. Но он свое родо транспортное средство для всех цветущих растений, которые он эти пульцу переносит, а пульца является уже непосредственно аллергическим средством. В период активного лета пуха по возможности поменьше выходить на улицу. Поменьше бывать в тех местах, есть места, где этих тополей много. Как мы выяснили, с тополиным пухом нужно быть осторожным. Но несмотря на погрешности цветения тополей, у них есть множество преимуществ. Тополь лидер по производству кислорода и действует как фильтр для воздуха. Кроме того, по словам специалистов, тополь обладает высокой способностью к размножению. Поэтому его используют в озеленении городов.